МИР ВАШЕМУ ДОМУ В них кроется ночь предопределения «Ля-Ля-Туль-Кадр», а как известно, богослужение в ней приравнивается к богослужению в течение 83 лет. Представьте, что вы беспрерывно на протяжении тысячи месяцев совершали поклонение Всевышнему. И насколько велика награда будет за это? А ведь точно такое же воздаяние можно получить, совершив богослужение в ночь «Ля-Ля-Туль-Кадр». О величии этой ночи упоминается в Коране. С ее наступлением на землю спускается огромное количество ангелов. Все они просят у Аллаха прощения грехов тех, кто занимается богоугодными делами, молится, читает Коран и делает дуа. «Ля-Ля-Туль-Кадр» «Ля-Ля-Туль-Кадр» имеет очень большую важность, значение. Про эту ночь есть отдельная сура в Коране. Сура называется «Аль-Кадр», в которой Всевышний Аллах повествует о том, что в эту ночь Всевышний Аллах не спасла Коран, в эту ночь не сходят ангелы. Эта ночь особой милости Всевышнего Аллаха. И в этой же сура Всевышний Аллах говорит, что она является лучше, чем даже тысячи месяцев. Ученые говорят, что это около 83 года и 4 месяца. Чем даже человек будет совершать все это время поклонение Ибадат, его поклонение Ибадат совершено в эту ночь, будет превосходить все это время. Также есть об этой ночи хадис Пророка, в котором говорится, кто выстаивает ночь, тому Всевышний Аллах простит прежние грехи. И в других вестях, что и последующие грехи. Поэтому от достоинства этой ночи есть как и аяты, так и хадисы. И сам Пророк, саллалу алисалям, уделял этой ночи большое внимание, старался застать эту ночь в месяце Рамадан. Уделял большое внимание ночному поклонению, дабы не упустить встречи этой ночи. От богословов передается, что в эту ночь прощаются грехи всем верующим, кроме тех, кто пьянствует, кто не слушается родителей, кто разрывает родственные связи, кто не разговаривает с братом по вере более трех дней. Но ведь все перечисленное тоже можно исправить. Главное – иметь для этого желание. Эта ночь словно подарок для тех, кто хочет поменять свою жизнь к лучшему. Точно, когда наступит эта ночь, неизвестно никому. Но по мнению большинства ученых-богословов, ее можно застать в последние числа месяца Рамадан. Поэтому эти ночи желательно оживлять поклонением. Ночь Ляля-Тал-Кадр скрыта в мудрость того, чтобы человек посвятил все время и искал ее во все времена. А не именно какой-то ночью напрягался, а остальное время как-то он расслабился, позабыл и в забвине находится. А чтобы человек весь месяц Рамадан старался уделить большое внимание поклонению, дабы не упустить ее. Это одна из мудростей, почему она так скрыта. Но, как пророк говорил, советовал ищите ее в нечетных днях последних 10 ночей. Есть определенные признаки, по которым можно определить ночь Ляля-Тал-Кадр. Но стоит учесть, что даже если мы ее не застанем, наше вознаграждение за богослужение в ней нисколько не уменьшится. Среди признаков там выделяют то, что ночь это будет умеренной. Умеренная, приятная погода, это не слишком прохладно, не слишком жарко, какая-то приятная атмосфера, приятная погода будет в эту ночь, не будет особых шумов. И на утро солнце в этот день восходит без таких ярких лучей. Это от того, что много ангелов нисходит на землю, пребывает, поэтому они как бы закрывают лучи солнца, и такой удивительный, необычный рассвет происходит в этот день. А это основные признаки, которые о нем говорят. А к чему эти признаки? К тому, что человек, чтобы сам понял, что эту ночь он застал, это тоже признак того, что Аллах ему открыл, дал понять это признаки, что Аллах его принял, и в ночь, которую Ляля-Тал-Кадр человек застал, в этот день тоже крайне желательно поклоняться. Здесь разницы нету. Человек узнал, определил, что это была Ляля-Тал-Кадр, ночь Ляля-Тал-Кадр или не была. От этого не зависит тот, который он совершил, он попал в эту ночь, он Всевышний Аллах принимается. И то воздание, которое за эту ночь гарантировано, обещано, этот человек хоть даже сам не знал того, получит. Дома Аллаха — это самые лучшие места, чтобы проводить время в молитвах и в богослужении. Прибывающий в мечети с намерением найти каф получает награду от Создателя уже за то, что просто в ней находится, не говоря уже о том, если верующий будет читать Коран, Зикар или Салават. Эти дни верующие проводят в Ахтикафе, находятся в мечети с намерением совершать богослужение. Ахтикаф желателен в любое время года, но в месяц Рамадан он намного поощрительнее. А в последние 10 дней Рамадана, Этикаф, это деяние становится намного ценнее. Чтобы Этикаф засчитался, необходимо сделать намерение пребывать в мечети некое время с целью богослужения, с намерением исполнить сону пророка, мир ему и благословение Всевышнего. Одна из мудрости соблюдения желательного Этикафа в последнюю декаду месяца Рамадан заключается в том, чтобы наше ночное поклонение совпало с наступлением ночи Ла-Эля-Туль-Кадр. В особенности месяца Рамадан и особенно дни, когда вероятность большая застать ночь Ла-Эля-Туль-Кадр в последние 10 дней, это совершать Ахтикаф. Это особая практика, особая сону пророка, салаллаху асалям, пребывать в мечети с намерением находиться там. Ахтикаф, пророк, салаллаху асалям, последние 10 ночей даже, он убирал полностью постель, переходил в мечеть и оставался полностью до конца места Рамадана, а после, до самой смерти. И после смерти даже его жены и подвижники это практиковали очень. Отключиться от этой мирской суеты, от всего по возможности, и занять себе полностью поклонение. Так себя посвящать. Есть определенные какие-то молитвы, которые желательно в эту ночь проявить, как читать, как Аиша, Аллах Анха, спросила, что мне есть, я застану эту ночь, что мне делать, что просить. Такая известная молитва пророка, салаллаху асаляму, он ей сказал, говори, «Аллаху ма инна ка афувун ту хиббул афва фа афуанни». Эту молитву очень крайне желательно просить в эту ночь. Но если человек не застал эту ночь, хотя бы каждую ночь, чтобы ее читать. «Аллах, ты прощающий, милосердный, любишь прощать, так прости меня». Это основной дуа, которую пророкство Аллах научил, дал нам совет его читать. И, конечно, все, что, опять-таки, возможно, есть у человека долговые намазы их возмещать. Какие-то дополнительные, есть какие-то долгие обязанности их закрыть. Само по себе понятие «отекав» это означает, подразумевает собой пребывание, нахождение в мечети с особым намерением. Так и так человек находится в мечети, например, на намаз зашел что-то. Он может просто зайти и выйти. Ну, побывал какое-то время и все. Но если он туда зашел, и, соответственно, и плюс к этому сделал намерение, я намереваюсь пребывать в этой мечети «отекав», за это дополнительно уже воздаяние идет. Это как отдельный вид рыбада-то считается. В эти дни стоит задуматься и об обязательной выплате с имущества закят-уль-фитер. Вопреки некоторым мнениям, чтобы ее выплатить, не обязательно дожидаться последней ночи месяца Рамадан. Можно заранее и заблаговременно решить этот вопрос. К сожалению, порою некоторые верующие не придают должного значения закят-уль-фитер, забывают о важности обязательной выплаты и вспоминают только в день праздника или после него. А ведь сегодня очень легко выплатить закят-уль-фитер, если разные удобные способы его выплаты. Закат-уль-фитер – это отдельный закат, это неблаготворительность, это не добровольная вещь, это обязанность каждого мусульмана. И когда каждый мусульман говорит, это означает, что любая душа, которая даже родилась накануне этой ночи, даже с маленьких детей, даже с младенца, который родился уже до захода ночи праздничного дня, уже с него нужно выплачивать закат-уль-фитер, как мы называем, мсах. И эта выплата уже лежит на главе семьи, на опекуне. Тот, под чьим иждивением или же попечительством находятся люди, за них он обязан выплатить. И это должен быть состоятельный человек. Составательный человек, имеется в виду, здесь определяется семья, которым есть достаток на эти сутки праздничного дня, ночь и день праздничного дня, если избыток есть, у них есть недостаток, то они обязаны выплатить. Он выплачивается, является как бы очищением всех тех ошибок, грехов, которые прошли за этот месяц в ихнем посте. Он обязательен выплачивать именно там, где человек находился в момент захода солнца, пречествующего праздничному дню. И в таком случае тоже хотел бы посоветовать. Те люди, которые пытаются, обычно уезжают куда-то на праздники, находятся в других местах, не у себя дома, в этой суете праздничного они забывают и когда откладывают. Откладывают после праздничного дня, это тоже харам является. Его надо своевременно выплатить. Поэтому есть такая возможность в течение месяца Рамалан заблаговременно, преждевременно выплатить его. Выплатив его заранее, человек уже как бы на праздничный день может об этом не думать. Такое, как можно сказать, подсказка, облегчение. У нас уже сейчас стоят пункты приема САХА, уже развернутые, поэтому даже с сегодняшнего дня человек может прийти, там ему объяснять, как правильно намерение сделать соответствующее, как правильно за кого выплатить, и выплатить досрочно. Так я даже спас этого бы, потому что где он окажется, чтобы эти проблемы, заботы не оставить на самом деле, чтобы не упустить, не попасть в грех. Далее у нас обзор новостей, связанных с духовным просвещением в республике. Финансовые расходы на проведение одного из дней шатра Рамадана на территории центральной джума мечети Махачкалы взял на себя мэр столицы Дагестана Салман Дадаев. В коллективном ифтаре принял участие и муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. По такому хорошему поводу собрались, и, в первых словах, хотел бы выражать огромную благодарность муфтиату Ахмад Афанди за вот такие добрые традиции, которые у нас, в принципе, шахер Рамадана. И вот в такой благодатный месяц Рамадан такие мероприятия, которые нас сближают, которые позволяют нам собраться в ходе такого хорошего, благого дела. Ежедневно на территории духовного центра имени пророка Иссы, мир ему, проводятся масштабные коллективные ифтары для жителей городов и районов нашей республики. Махачкали состоялся коллективный ифтар, организованный муфтиатом Республики Дагестан для руководителей средств массовой информации Республики в честь священного месяца Рамадан. Мы, можно сказать, являемся коллегами, так как мы тоже работаем с людьми. Мы со своей стороны стараемся внести свою лепту в деле нравственного воспитания поколений общества. Но я уверен, и вы в том числе не рассматриваете себя лишь людьми, которые констатируют только факты. Средством нас своей информации они также формируют и мышление людей, и могут влиять на их поведение. Поэтому Киев Республики Дагестан уделяет очень особое внимание средствам массовой информации и для того, чтобы в нашем обществе совместными нашими усилиями наступали всегда добрые перемены, изменения. Ведь изменения в обществе, они происходят от отдельно взятой личности, от отдельно взятого каждого человека. Вы, наверное, все видели фильм «Ресавет» о пророке Мухаммаде своего салам. И там есть такой момент, когда ему было неслозно пророчество, и он отправил своих сподвижников с Ресаветом по всему миру. Вот журналистов я вижу именно в таком образе. Вот в образе этих сподвижников, которые понесли по миру правдивную информацию. По крайней мере, мы все можем быть такими. Я желаю всем удачи, творческих успехов. Спасибо за то, что все вместе сегодня здесь. Мы наблюдаем такую атмосферу очень дружеская, теплая. Я прямо даже скажу, не всегда свойственная журналистскому цеху, но здесь вот такая очень дружеская, теплая атмосфера. Спасибо вам за эти приглашения, спасибо за то, что вы это проводите. Это всегда оставляет надолго свой теплый такой отпечаток. Я очень рад, что мы вместе, что мы можем так собраться, у нас мирное небо над головой, крепкое здоровье, да, Аллах, вот, пандемия закончилась, да, вот мы можем рядом сидеть, общаться. Я очень рад этому. Дай Аллах, что наша жизнь будет в таком же плече продолжаться. Мы будем вместе решать те вопросы, которые стоят перед нами и требуют нашего внимания и наших решений. Далее у нас и рубрика, в которой ученые-богословы отвечают на самые актуальные вопросы, связанные с религией. Мы же знаем, судный день, наши благие деяния, все те люди, которых мы оскорбили, обвинили, унизили, они придут и они заберут наши эти благие деяния. И от того, что это был в этом мире какой-то близкий тебе человек, он судный день тебя просто так не простит. И представьте, в первую очередь, наши благие деяния заберут именно те люди, которые были постоянно с нами рядом. Но мы не следили за нашим отношением к этим людям. Притесняли, унижали, оскорбляли. Вот мы прочитали хадис, в котором пророк говорит, Всевышний Аллах говорит, пост для меня, и я воздам за пост. Некоторые ученые говорят, вот такие слова Всевышний Аллах не сказал касаемо другого поклонения. И возможно, в судный день, говорит, вознаграждение за пост эти люди у нас не смогут забрать. Такое предположение, версию выдвигают некоторые ученые. Но большинство ученых их поправляют и говорят, нет, нет. Подчистую все благие деяния, всех благих деяний человек может лишиться в судне. И более того, он получит грехи других людей и отправится в ад. Там исключение, говорит, нет. Даже за пост, воздаяние, которое Всевышний Аллах только знает, в каком объеме, в каком количестве мы получим вознаграждение, даже это ученые говорят, заберут в судный день у нас. Мы можем лишиться этого, уважаемые братья, уважаемые сестры. Нужно меняться, нужно менять свое отношение к людям. Всевышний Аллах прямо связал наше воздаяние в судный день с нашим отношением к людям. Неужели это так трудно понять? Это без преувеличения, это так и будет, уважаемые братья. Все, что ты делал, все, что ты заработал, подчистую ты можешь этого лишить. Поэтому давайте задумаемся, давайте переосмыслим свое отношение к людям. Начнем со своей семьи. Мы порой этого сами не замечаем, свое плохое отношение к другим. Тогда нужно других спрашивать, тех людей, которые с нами спросили. Я притесняю тебя. Тебе приходится меня терпеть, спросить человека, наших родственников, друзей в первую очередь, чтобы со стороны же виднее, чтобы со стороны они тебя исправили. Верующий же это зеркало для верующих. В этом ничего постыдного нет. Стыдно будет в судный день, когда самые близкие тебе люди будут твои деяния забирать и будут в числе твоих должников. Вот тогда будет стыдно. Тогда от стыда мясо с лица будет опадать, как в хадисе говорится. Но здесь еще это не стыдно, это не постыдно. Исправляйтесь, уважаемые братья, старайтесь исправляться. Возьмите хотя бы что-нибудь одно для себя, да, измениться, да, и спрашивайте тех, кто рядом. Узнавайте у них, что у тебя не так. Может, слова у тебя, которые их задевают, обижают. Может, твои действия, которые ты не считаешь, что это плохо. Поэтому дай Аллах нам сил, уважаемые братья, да, перешагнуть через свою гордыню, притупить эту гордыню, да, приезжать к земле эту гордыню и спасти, сохранить свои деяния, благие деяния из себя в итоге, в Судный День. На этом наша передача подошла к концу. Храните мир в своей душе, и тогда мир вокруг вас станет еще лучше. Вас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok